Частичные классы и методы. Классы могут быть частичными, то есть мы можем иметь несколько файлов с определением одного и того же класса, и при компиляции все эти определения будут скомпилированы в одно. Например, определим в проекте два файла с кодом. Не столь важно, как эти файлы будут называться, например, person-base.cs и person-additional.cs. В одном из этих файлов, без разницы в каком именно, определяем следующий класс. Пусть будет этот класс, но мы, например, его назовем person-base, ну и проект-байт. Таким образом, два файла в проекте содержат определение одного и того же класса person, который содержит два разных метода, и оба определенных здесь класса являются частичными. Для этого они определяются с ключевым словом partial. Затем мы можем использовать все методы класса person. Частичные методы. Частичные классы могут содержать и частичные методы. Такие методы также определяются с ключевым словом partial. Причем, определение частичного метода без тела метода находится в одном частичном классе. А реализация этого же метода в другом частичном классе. Например, изменим выше определенный класс person. То есть мы создали метод и еще один метод, частичный метод и нормальный метод. Здесь мы пишем старт в консоль. Здесь мы напишем то, что будет здесь в этом методе. Потом пишем finish. И сейчас в другом файле мы doSomethingElse определим. В первом классе определен метод doSomethingElse, который вызывается в методе doSomething. Причем на момент определения первого класса неизвестно, что представляет собой метод doSomethingElse. Тем не менее, мы знаем список его параметров и можем вызвать в первом классе. Второй класс уже непосредственно определяет тело метода doSomethingElse. При этом частичные методы не могут иметь модификатор доступа по умолчанию. Они все считаются приватными. То есть здесь private. А я пытался написать public. Вот так вот. Также частичные методы не могут иметь таких модификаторов, как virtual, abstract, override, new, clad. Хотя допустимы статические частичные методы. Кроме того, частичные методы не могут возвращать значения. То есть они всегда имеют тип void. И также они не могут иметь out параметров. Поскольку частичные методы всегда приватные, то мы не сможем их вызвать напрямую в программе, вне классов, где они определены. Поэтому обычно они вызываются через другие доступные методы, как в случае выше, через doSomething. На этом все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!